всем доброго прекрасное утро ходила на огород за перцем болгарским суп варю вот видите какую красоту я еще нашла значит у меня сегодня еще будет первый завтрак можно сказать сейчас тем эти цветочки я уже рассказывал для чего их ем кому интересно может найти всем еще раз доброго прекрасного утра смотрите какая у меня солнечная каша сегодня что-то мне так захотелось я не знаю голову стукнула значит я отварила 250 грамм тыквы и 50 грамм сделала кукурузной каши 50 грамм крупы воды сколько хотела и потом соединила смешала посолила 4 грамма масла как для меня то это очень вкусно вот и будет еще просто кофе без молока вот я уже его наливаю я его уже наливаю видно не видно вот все мой завтрак составляет 260 калорий всем приятного аппетита кто есть вместе со мной а кому нравится мои видео то подписывайтесь оставляйте комментарии всем большое спасибо я на месте сейчас будет тренировка так это зал не сюда так я сегодня молодец я сделала три круга и они просто молодец и супер молодец а девочки видите уже готовятся к вечеринке украшаются покажу немножко там какие-то уже плетут украшение такое вот по 3.50 арбузы а на рынке по 2 дороговато тут они продают конечно но этот раз покупала то вкусный был в общем иду домой хотела поговорить немножко вам на какую тему спрашивала меня когда я ухаживала за мамой я работала или уже рассчиталась я рассчиталась за год до того как случилось это с мамой так получилось моей жизни это как говорится посвящается рассказ всем тем кто в себе не уверен или наоборот я даже не знаю так получилось в жизни что я в основном у меня были такие работы что на меня никто не влиял ну не было много начальства надо мной конечно сначала я я росла очень закомплексованным ребенком но сами понимаете толстые дети в основном закомплексованы ну уже к концу школы то я в принципе стала нормально вот это переходной возрасту я нормальная была у меня вес был где-то 77 78 до 8 10 минут в принципе немного меньше чем сейчас вот закомплексованность конечно было может раньше так воспитывали может моё поколение такое было какие-то у меня закончила школу я в 16 лет я уже может как-то говорила что я в школу пошла 6 половиной лет и помню как я в детстве очень боялась учителей почему-то так как-то или воспитывали что учителя это как значит надо слушаться во всем потому что это учитель так самая помню как стояла возле прилавка что-то хотела купить но мне было как-то стыдно спросить у продавца ждала пока она обратит на меня внимание и сама спросит ну в общем такие моменты в жизни были и когда я пошла работать это мы проходили после училища пять лет типа практики я работала в днепре меня поставили в отдел готовых форм сразу так сказать торговать сразу с людьми я конечно тоже сначала боялась стеснялась потому что даже по телефону разговаривать не могла потому что я его нигде не видела раньше не было телефонов а потом как-то мне так пришло в голову что люди все одинаковы если у кого-то другая должность это не значит что он выше меня просто у него лапа была лохматее или еще что-нибудь потому что по уму я бы не сказала что многие были умнее меня ну в общем как-то я так решила что все люди одинаковы просто одному повезло больше в жизни другому меньше поэтому нечего бояться и стесняться ну в пять лет я отработала в днепре потом приехала в кривый рог и здесь я уже пошла работать это родильный дом работала тоже фармацевтом обеспечивала медикаментами отделение вот этого всего комплекса и тоже у меня там не было начальства большого там что там как главный врач иначе нет все начальство и то даже больше главный врач он конечно у нас был царство небесное мужчина темпераментный ну вот когда-то помню кричал вот он мог накричать там или еще что-то если ему что-то не понравится ну он тут кричит а тут тебя целует такой был когда-то помню кричал на меня он рос там еще такого не очень большого и вот он кричит и прямо фырка и так идет на меня а я стою и думаю ударит или не ударит просто так как бы наблюдаю со стороны и он что-то прыгал прыгал все успокоился начал смеяться ну в общем такой был он человек темпераментный человек настроения потом работала ушла с роддома потому что там была маленькая зарплата и ушла в аптеку там платили в два раза больше чем в роддоме ну не во саму аптеку а в аптечный киоск от аптеки и тоже сама себе начальство и так получилось в жизни почему я рассчиталась уже не буду все рассказывать вот потому что я не привыкла чтобы на меня кричали командовали как-то я так и так привыкла что всегда считались и со мной поэтому тем более я была в этой аптеке не оформлена и вот пришло такое время что я просто развернулась и ушла они сами уже там думаю что хотят пусть и делают поэтому я рассчиталась за год до того как случилось я с мамой вот рассчиталась я в весе у меня было 163 или 164 килограмма это потом за год наверное я набрала или за два я же говорю что знаете когда дома сидишь я хоть и за мамой смотрела ну шо я там ну там убирала там после нее ну я ж ее на руках не носила хотя ну как в прямом смысле слова просто убирала мыла кормила вот такие заботы были так что я не работала в то время в общем вот такие вот немножко вам рассказала о себе небольшие факты я дома начало третьего у меня обед приготовила себе филешку отварила немножко в специях это у меня каша в основном там булгур немного риса и гречки 150 грамм помидора и 50 грамм огурца но огурец я в калорийность не считала и будет еще цикорий с молоком и 350 грамм яблок я сегодня на яблоках 460 калорий мой обед такой обед у меня сегодня всем приятного аппетита что-то работяшки тут все работает мальчишки работают и как обычно никто мне не предупредил ну я им быстренько вот пиццу сделала ленивую тут и хлебушек поджарила там видите там и колбаска и грибочки и колбаска ну в смысле и сосиски и копченая колбаска ну хлеб яйца сыр помидоры ну на вкус должна быть хорошая забыла зелень но ничего поедят вкусное всем еще раз доброго вечера то было утро а теперь уже вечер почти 6 часов вечера я себе приготовила ужин значит на сухой сковороде я поджарила или подсушила или притушила значит 130 грамм шампиньоны сырые отваренной это спаржевая фасоль я ее взяла 80 грамм отварила и 100 грамм кабачка я все это порезала смешала посолила солью такая как я говорю вкусная она на травках это она немножко пустила сок овощей я бросила на сковороду она притомилась и бросила одно яйцо и два белка получается плюс огурец еще вот вот я два белка взяла он своим делала пиццу так она еще и стоит они еще работают только сказали да давай готов и стоит теперь так 230 калорий мой ужин в общем и такой ужин у меня сегодня тут еще один помидор остался может еще и помидор съем ну а за целый день получается 1300 калорий потому что в перекус были яблоки яблок было много значит да все на этом все спасибо кто досмотрел до конца я с вами прощаюсь до завтра до свидания до свидания и